...вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и уразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах вашей Господу, ибо все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. На послание апостола Павла к Холоссянам, 3 глава, 16-17 стих. Слово Христово довселяется в вас обильно, то есть учения, догматы, убеждения, по силе которых, говорит, настоящая жизнь и ее благо – ничто. Если бы мы видели это, то никакой неприятности не поддались бы. Да вселяется, говорит он, вас не просто, но обильно, с великим изобилием. Послушайте, все вы, люди мирские и пекущиеся о жене, о детях, как и вам внушает апостол больше читать Писание, и не просто как случиться, а с великим старанием. Ведь подобно тому, как богатый деньгами может перенести убыток и неудачу, так и имеющиеся достаточные познания и любомудрие, легко перенесет не только бедность, но и все несчастья. И последние еще легче, чем первые, потому что там, когда оказывается убыток, богатый необходимо становится беднее, и это делается известным для других. И если он терпит это часто, то уже нелегко ему бывает перенести свои потери. А здесь не так. Когда нам случится переносить, чего бы мы и не хотели, мы не теряем здравого рассудка, но сохраняем его постоянно. И заметь мудрость этого блаженного. Не сказал слово Христово, да будет в нас просто. Но что? Да вселяется. И обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга. Премудростью называет добродетель. И справедливо, потому что действительно, и смиренно мудрее, и милостынее, и все подобное, есть мудрость. Следовательно, противно этому будет глупость, так как от глупости происходит жестокость. Отсюда часто всякий грех называется безумием. Смотри, как снисходительен Павел, так как чтение утомительно и может наскучить, он располагает не к повествованию, а к псалмам, чтобы ты вместе и увеселял душу пением, и не замечал трудов. Словословием говорит и духовными песнями. А ныне ваши дети любят сатанинские песни и пляски, подражая поварам, танцовщикам. Солма же никто ни одного не знает. Ныне такое знание кажется неприличным, унизительным и смешным. Итак, учение есть как бы какой благотворный источник. Научи сына петь те преисполненные любомудрия псалмы. Например, сначала о воздержании, или прежде всего о несообщении с нечестивыми, то есть псалом в самом начале книги. С этой целью и пророк начал отсюда говоря, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. И опять и не сидел с людьми лживыми. И еще тот, в глаголах которого презрен отверженный, на который боящийся Господа славит. Это уже 14-й псалом. А в обращении с добрыми это тоже найдешь там. И многое другое. О воздержании чрева, об удержании рук, о нестяжательности, о том, что и деньги, и слава, и все подобное есть ничто. Если научишь сына этому с детства, то постепенно возведешь его и выше. Когда он будет сведущ в псалмах, тогда узнает и гимны, представляющие собой дело более святое, так как вышние силы гимна словят, а не самословят. Неприятно сказано похвала в устах грешника. Серахова, 15-я глава. И опять глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Псалом сотый. И опять не будет жить в доме моем поступающий коварно. Тот же сотый псалом. И опять, кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Таким образом, вы должны опасаться, как бы они ни завели связи не только с друзьями, но и со слугами. Бесчислено бывает зло для свободных, если приставляем к ним развратных рабов. Если едва спасаются они, пользуясь попечением и любомудрым отца, то что из них будет, когда верим их в беспечности слуг? Тогда слуги сегодня, допустим, детство, дают детский сад там, в Ясли. Пошли в школу, уже родители не властны над ними, там уже учителя учат. А сегодня знаем, чему там учат. Если мы будем так поступать, о том, где призывается Христос, не найдется ничего мерзкого, ничего нечистого, ешь ли, пьешь ли, женишься ли, отправляешься ли в путь, все делай во имя Божие, то есть призывая Бога на помощь. Берись за дело, прежде всего помолившись Богу. Хочешь ли произнести и хочешь ли что произнести, поставь это наперед, потому что и мы, потому что и мы в своих письмах впереди поставляем имя Господа, где имя Господа, там все благополучно. Если имена консулов скрепляют грамоты, то тем более имя Христово. Ешь, благодаря Богу, с решимостью же делать и после. Спишь, благодаря Богу, с решимостью тоже делать и после. То есть проснулся, слава тебе, Господи, прошла ночь, и я вновь восстал на новый день. Идешь ли на площадь, то же делай. Пусть не будет ничего мирского, ничего житейского. Все совершай во имя Господне, и все у тебя будет благополучно. Что не запечатлеешь именем Божьим, все выйдет счастливым. Если оно изгоняет демонов, устраняет болезни, то тем более облегчает совершение дела. И что значит? Что вы делаете словом или делом? Этим указывает или на допускающего, или на делающего что-либо подобное. Послушай, как Абраам во имя Божие посылает раба, Давид во имя Божие умертвил Голиафа. Дивно и великое имя его, кто делает это, тот помощником имелит Бога, без которого не дерзал ничего делать. Таким образом, чествуемый призыванием Бог воздает обратно честь дарованием успеха в делах. «Призывай сына, благодаря отца, призывая сына, ты призываешь и отца, и благодаря отца, благодаря ищи сына, этому имени нет ничего равного, оно всегда дивно. Имя твое говорится, как разлитое море». Книга Песней, 1 глава. «И кто произнес его, тот друг исполнился благоуханием. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». 1 Коринфянам, 12 глава. «Вот как столь много совершается с этим именем. Аминь».